друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала market составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки снова повторяю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала market с торговыми идеями в которым каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента предназначенного для того чтобы помочь вам в принятии торговых решений это посты которые касаются технического анализа также фундаментального фона опирающийся на конкретные тоже фундаментальные события используйте информацию если есть желание дать обратную связь и мы всегда открыты к тому чтобы ее выслушать сегодня на повестке экономического календаря по сути нет ничего значимого и того на что стоило бы обратить внимание ну ничего страшного потому что мы постепенно готовимся к пятничным отчетам он фарм перлс который точно станет источником повышенной волатильности и точно раскачает движение финансовых инструментов я очень рассчитываю на то что концу неделю индекс доллара после коррекционной динамики которая продолжается с конца прошлой недели все-таки сменится продолжением восходящего тренда направленного на укрепление этого инструмента и последующий роста выше 114 потенциально даже 115 пунктов то что сейчас рынок корректируется это вполне нормальное явление мы неоднократно уже подмечали то что рынок не может всегда двигаться в одном направлении и чем стремительнее ранее было развитие какого-то тренда тем более значительная должна быть коррекция чтобы все было более-менее органично сейчас я допускаю что индекс доллара легко может скорректироваться до отметки 110 пунктов и друзья для тех из вас кто не примкнул к ралли которая ранее состоялась отметки 110 пунктов до 114 считайте что у вас будет возможность зайти в эту сделку по более интересным уровнем и ждать дальнейшего восходящего движения опять же из-за событий сегодняшнего дня можно обратить внимание на выступление лоретта мейстер члена совет управляющих американского регулятора конечно же она будет говорить о том поддерживает ли идею дальнейшего роста процентных ставок но лоретта мейстер это не такой уж при всем уважении к ней лидер среди представителей американского регулятора для общей картины будет не лишним опять же ознакомиться с ее позиции но мы прекрасно знаем что элита главные самые авторитетные чиновники федрезерва включая лаэль брейнард который является вице-президентом американского регулятора и джерому пал они как раз полностью готовы к тому чтобы продолжить движение по пути дальнейшего роста процентных ставок и готовы повысить ставку и в ноябре и в декабре поэтому в целом нам уже достаточно опираться на их точку зрения и больше не обращать внимание ни на что потому что очень быстро наступит ноябрь заседание американского регулятора состоится 2 ноября потом также быстро открадется и декабрь 14 декабря декабрьское заседание и по итогам опять же этих двух заседаний ключевая ставка американского регулятора может быть повышена до четырех с половиной процентов блок статистики в прошлую пятницу который вышел нужно подсветить здесь что выросли в сша личные доходы на 0,3 процента личные расходы на 0,4 процента рост расходов это знак равно высокая активность потребителей высокая активность потребителей это тоже продолжает цепочку знака равно более высоко инфляционное давление и это еще раз доказывает то что в таких условиях у американского регулятора нет вообще причин чтобы тормозить с проведением агрессивной денежно-кредитной политики я рассчитываю на то что оппозиция американского регулятора и в принципе я на сто процентов в этом уверен до конца этого года точно не изменится поэтому нам можно расслабиться и ждать что индекса доллара после каких-то проторговок в узких диапазонах нащупает вот эту прежнюю траекторию развития бычей динамики и обновить локальный максимум потому что ключевая ставка американского регулятора должна достичь четырех с половиной процентов уже под занавес 2022 года это самый высокий показатель среди всех развитых стран и это то что будет способствовать еще большему притоку средств в американские облигации то что будет поддерживать спрос на доллар с всеми благоприятными скажем последствиями для этого актива будущем европейская валюта 0 98 34 коррекционная динамика евро связан исключительно с тем что снижается доллар то есть новостной фон фундаментальный фон еврозоне не на капельку не улучшился конечно же все следят за развитием аналитического кризиса которые только лишь усиливается напомню что 1 октября начался отопительный сезон и как раз 1 октября стало очевидно что европа очень сильно не добирает поставкам газа из-за вот последнего инцидента который все обсуждают уже не первую неделю на одном из европейских участков газопровода северный поток и европа оставшись без газа сейчас конечно же рискует слокнуться с еще более разрушительными последствиями нехватки очень важного энергетического ресурса что касается макроэкономической статистики в прошлую пятницу вышли данные по еврозоне по инфляции инфляция достигла 10 процентов это тогда когда цены на топливо вроде бы как снижались даже страшно представить что будет когда цены на топливо будут расти инфляция на мой взгляд легко может подобраться к показателю 15 16 процентов вчерашний блок данных по активности производственного сектора еврозоны снижение со 48 5 до 48 4 по германии еще более плохая статистика снижения с 48 3 до 47 и 8 кстати исторический минимум который доказывает что экономика германии как локомотив всей промышленности еврозоны сейчас по сути не просто буксует он остановился уже и я думаю что это в конечном счете приведет к еще больше негативным последствиям плане экономического роста все сейчас ждут действий европейского центрального банка раз инфляция вас так значительно значит и cb должен повысить процентную ставку да он и повысит на ближайшем заседании скорее всего на 75 боесных пунктов но концу года даже такими темпами она максимум вырастет до двух процентов не забывайте что сша ставка концу года будет на отметке четыре с половиной процента то есть больше чем в два раза выше ставки и cb и американская экономика в целом более привлекательная чем еврозона об этом явно говорят темп экономического роста которые в три раза превышают темп экономического роста еврозоны вывод однозначный после коррекции возможно даже будет снова в район критика мы перейдем к очередному циклу и волне распродаж в этот раз этот агрессивный цел может привести к тому что пара евро доллар достигнет отметки 0.95 по фунту 1.1302 я по-прежнему рекомендую не лезть в этот инструмент черный лебедь летает вокруг британской валюты это подтверждается динамикой торговли на прошлой неделе снижение на тысячу пунктов сейчас уже вот за последние торговой сессии восстановление на тысячу пунктов это все реакция на те действия которые сейчас предпринимаются новоиспеченным парламентом скажем так во главе с лист раз новым пример министром англии которая борется с энергетическим кризисом но борется не самым скажем эффективными средствами она пошла по пути на меньшего сопротивления решила что вот эта проблема которая возникла ее лучше залить деньгами поэтому колоссальные субсидии дотации фискальные стимулы снижение пошлины налогов и так далее но последствия на мой взгляд настолько очевидны что игнорировать их просто непростительно даже для лист раз это раздутые дефицит бюджета кстати говоря по прогнозам дефицит бюджета в англии будет расти примерно на 2 с вами на процента от ввп каждый год до 25 26 года из-за того что денег все меньше и меньше дефицит бюджета увеличивается приходится увеличивать заимствование на внешних рынках и причем тоже по прогнозам при текущих темпах заимствования объем долга внешнего долга достигнет почти 100 процентов ввп англии уже 2025 году очень много критики сейчас обрушилась на лист раз международный валютный фонд призывает думаться и пересмотреть подход к текущей внутренней политики поскольку в конечном счете при таких вот а темпах вливания в экономику денег инфляция в англии может перевалить за 20 процентов я надеюсь на то что все-таки какие-то эффективные меры будут приняты но пока вот эти колоссальные движения это следствие попыток банка англии вмешаться в ситуацию раньше после обвального падения когда пара фунт доллар почти достигла паритета банку англии пришлось провести интервенции результате которых сейчас курс вернулся вот выше отметки 110 из-за такой волатильности друзья фунта лучше не лезть но если вам интересно что с фунтом были дальше то скорее всего мы увидим паритет золото же 1700 всех поздравляю хорошая вышла сделка актив растет я думаю что роста продолжится цели 1750 1800 нефть почти 90 долларов за баррель по на бренду ждем заседания опек согласно прогнозам рейтерс которые ссылаются на осведомленные источники знакомой ситуации за опек уже завтра страны участники энергетического пакта согласует дополнительное сокращение объема нефтедобычи причем масштабы этого снижения могут быть сопоставимы с снижением в далекий уже двадцатый год когда опека вмешался ситуацию на фоне пандемии и пытался стабилизировать общую ситуацию установить баланс между спросом и предложением даже если объем нефтедобычи будет скорректировать снижен на а 750 тысяч 1 миллион баррель сутки этого будет достаточно чтобы котировки бренда взлетели голдман сакс ожидает что концу недели бренд может легко восстановиться до 100 долларов за баррель доллар иена еще один актив который хочу подсветить вам друзья сейчас котировки 144 83 в районе 145 уже две недели назад время быстро летит банк японии провел интервенцию вполне возможно что в этот раз именно решительность японского регулятора будет проявлено где-то в районе 145 145 50 в этом диапазоне можно шортить рисковать в расчете на интервенцию резкого крепления японской иены на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока